В первую очередь на заселение могут рассчитывать многодетные семьи. Семьи с детьми-инвалидами и новорожденными. Также жильем обеспечат людей, у которых совсем нет крыши над головой. Всего поселение сможет принять 400 человек. На сегодня разместиться там планируют 68 семей. Эти дома привезли из Германии. Сейчас в Украину прибыла только часть из них. Остальное довезут позже. Деньги на реализацию самого проекта также выделило немецкое правительство. Из Донецкой области, из тех территорий, где сегодня точатся боевые действия. Мы знаем, что, за разными оценками, приблизно от 400 до 500 тысяч беженцев сьогодни потрапили в беду. Это люди, которые сегодня просто не имеют даху над головой. И именно это было вхитной точкой, когда встречался президент Украины, пан Порошенко, с федеральным канцлером Німеччини, пані Ангелою Меркель. И именно тогда было вхитное решение о необходимости и возможности такой помощи. Чтобы эти люди получили помощь сейчас в условиях зимы, что наближается. Чтобы эти люди получили так над головой теплый одежда и харчевание. И именно поэтому, три недели тому, был создан этот вантаж с допомогой. И мы очень рады, что эта допомога, наконец, прибула у ваше место. Зараз уже зашло 112 всех вантажевок на территорию Украины. Значит, они развантажат. Пять вантажевок с шаховыми модулями тут, плюс 10 автомобилей. И кроме того, значит, вантажи будут поступать и поступать. Это, при нам, еще близко, еще больше, не 100 автомобилей зайдут в державу. Для того, чтобы переселенцы въезжали не в пустое жилье, Германия прислала гуманитарную помощь. Это бытовая техника и спальные принадлежности. В дальнейшем также ожидается поставка лекарств, медовоорудования, одежды и детских колясок. Это различные бытовые, бытовая техника. Это холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, утюги и другая техника. Кроме того, вы видели, что уже на складах находятся матрасы, постельное белье. Мы ожидаем по нашей заявке еще получения одежды, медикаментов, медицинского оборудования. Кроме того, детских колясок, потому что у нас уже в городе Харькове очень много деток родилось. Это все будет распределяться не только для людей, которые получат возможность жить временно в модульных домах, которые мы строим, но и для других людей, которые в этом нуждаются. По словам строителей, домики довольно теплые и выдерживают температуру до 28 градусов мороза. А сейчас там продолжается работа по подводу к поселку инженерных коммуникаций и электросетей. Алексей Битнер, Денис Вишневский, 057UA.